Всем привет! Сегодня была на рынке, купила мясо. У меня свининка. И хочу поделиться с вами, как и что я буду готовить из этого мяса. В этом видео я покажу, как я буду готовить ребрышки в духовке. Во-первых, ребрышки нужно помыть и промокнуть бумажным полотенцем. Ребрышки подготовила и нужно сделать для них заправку. Для маринада я возьму в равных пропорциях масло растительное, приправу хмели-сунели и приправу для гриля. Возьму все по 2 чайных ложечки. Вот такая кашеобразная смесь у меня получилась. Масло, правда, добавила не 2 ложечки, а 4, потому что слишком было так суховато. И теперь все это дело нужно втереть хорошенько в мясо. Посмотрите, какое уже красивое мясо. Хорошенько все натерла кусочек. На кусочек, правда, сверху положила. Нет у меня формы такой, чтобы они рядом лежали. Но ничего страшного. Так, значит, сейчас накрою пакетом и отправлю в холодильник. Пусть постоит хотя бы часа 3. Желательно, конечно, на ночное время у меня, увы, нет. Так, ну что, друзья мои, прошло 4 часа. Вот такая красота. Аромат. Так, и теперь будем запекать. Запекать буду в фолье. Кусочки прямо вместе, прямо 2. Нет, хотя, наверное, вместе 2 не очень удобно не будет. В общем, каждый кусочек запеку отдельно в фолье. Так, кусочек разместила в центре. Надеюсь, фокус у меня не сыграет. Так, заворачиваем так, чтобы сок не убежал. Вообще, по желанию, можно, мне кажется, даже еще раз обернуть в фольгу, чтобы никаких испарений не было. В общем, я сейчас, наверное, все-таки еще раз заверну, сделаю в 2 слоя, потому что вот здесь у меня приподнято. Я боюсь, будет испарение, и мясо так будет сухое. А если мы еще раз обернем, тогда мясо будет у нас сочным. Так, ну что, мясо у меня в двойной обмотке, и можно смело отправлять в духовку. В духовке она пройдет у меня примерно час. Ну, если там опоздаю минут 5, ничего страшного. В общем, на час отправляем в духовку, и, значит, температура 180 градусов. Пока ребрышки запекаются, давайте сделаем такую намазочку для них. Я беру паприку копченую, примерно половину ложечки, и столовую ложечку масла растительного. Так, все это перемешаю сейчас, и это будет намазочка. Вообще, раньше брала обычную паприку, ни разу, когда еще не пробовала копченую, и получался просто цвет. А с копченой паприкой получается, как будто они готовились на углях, на мангале, с дымком, с ароматом, очень-очень вкусненько. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Так, ну что, провели час в духовке мои ребра, ну не мои, а хрюшкины, и теперь их нужно смазать такой намазочкой. Тогда они будут очень-очень красивые. Намазочки было у меня гораздо больше, но моя малышка мне немножко помогла, и чуть-чуть разлила. Надеюсь, в принципе, хватит. Цвет уже, смотрите, какой красивый. Ароматные. Так, в общем, намазываю полностью ребрышки и отправляю минут на 15-20 еще в духовку. Оль, помогать пришла еще, да? Так, тут сальца сколько. Так, еще вот этим сальцем промажу, чтобы было вообще прям шикарненько. Так, ну все, отправляю в духовку на 15 минут. Прошло 15 минут. Посмотрите, как зарумянилось мяско, плюс цвет паприки. Очень красиво выглядит, очень ароматно. Сейчас приложу на тарелочку, разрежу, покажу, какой оно внутри. Мясо получилось очень вкусным, нежным, сочным. Надеюсь, мой рецепт вам понравился. Если понравился, пальчик вверх. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok